МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Петербургские встречи. Сегодня у нас в гостях режиссер Семен Яковлевич Спивак. Семен Яковлевич Спивак. Театральный режиссер. Народный артист России. С 1989 года Семен Спивак возглавляет молодежный театр на Фонтанке. В 1998 году ему была вручена ежегодная премия «Люди нашего города» в номинации «Лучший режиссер». Добрый день, Семен Яковлевич. Здравствуйте. Наш первый вопрос интересует всегда наших телезрителей. Вы родились на Западной Украине. Да. И поступили в первый ваш вуз. Это был технический вуз, но далеко не театральный. Да. Почему вы стали театральным деятелем, режиссером? Почему это случилось? Ну, первый технический вуз я закончил только потому, что родители настаивали, они очень несерьезно относились к моим увлечениям юности. Я на Украине, на Западной, случайно попал в пионерский театр, вот, и очень увлёкся. Но потом мать, она работала в исполкоме, мы знаем, что в исполкоме, как бы, люди… Да, люди были такие, так сказать, суровые, и она сказала, что… Но они не были далёкими от театровной деятельности. Вот там были какие-то театры? Да, да. У нас был замечательный театр в городе, значит, и здание театра, оно точная копия Венского театра, только в два раза меньше. И вообще, это же было раньше Австро-Венгрия, это очень красивый город, такой европейский, небольшой, на 200 тысяч. Но мне было, наверное, в школе одиноко, скажем так, и я как-то случайно, что, наверное, не случайно, всегда бывает, попал в пионерский театр, там руководила ведущая артистка нашего театра, местного, заслуженной артистка Украины, Валентина Владимировна Бесполётова, какими-то непонятными, подсознательными вещами, словами, призывами, объяснениями, она как-то зародила огромное желание работать в театре. Вы были пионером, да? Да, да. Мало того, у нас был такой замечательный театр, что даже, когда мне исполнилось 15 лет, нас наградили путёвкой, для нас это было просто вообще верх награды, мы ездили в Артек. В Артек я всю жизнь мечтал съездить, но никак не пускай так не получилось. Хотите, верьте, хотите, нет. Вот сидел вот я, вот здесь Гагарин, вот здесь его дочери, да. Автографии не сохранилось, конечно. Ну, дома где-то есть, но с Гагариным не успели, я так понимаю, потому что это был такой расширенный костёр. Я не знаю, знакомы ли наши зрители с устройством пионерского лагеря Артек. Он состоит из пяти лагерей. Я был в Кипарисном, а в морском лагере была такая огромная такая площадь, называлась Костровая. И однажды всех собрали, и вышел Юрий Алексеевич Гагарин и сел рядом со мной. Вот. Но он тогда был узнаваем для вас-то, конечно, да? Ну, это было вообще... Нас так колбасило с другом, мы сидели рядом с ним, спросили что-то, и его дочери, я даже до сих пор помню, как их звали, Галочка и Леночка, и в конце он вышел и спел вот эту песню, заправленную в планшеты, космические карты, да, вот. И пел он очень неплохо, и весь вот этот огромный летний театр подхватил, в общем, это было незабываемо. Мы сойдемся! Мы сойдемся! И не надо на ягодце сдачу! Вот это как раз именно и не получается! Почему самолет взлетает? Если ты делаешь все одинаково, то в какой-то момент роль взлетает. Если ты понимаешь импровизацию, как все время разное, то он не взлетает. Вишан! Вишан! Веря! 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 На вас украин cinema! Веря! Славное море! Священный Байкал! Родители вашей никакого отношения к театральному искусству не видели? — Потому что вы закончили технический выезд. Под Лугой есть завод в поселке Плоское, стекольный завод, я был начальником смены, что ли, но потом меня это так достало, что я пошел к директору и попросил меня отпустить, это как, ну, просто загибались. — Вот когда учились в ВУЗе техническом, какие-то кружки художественной самодеятельности были в то время? — В институте, ну, я не знаю, как сейчас, но всегда были, тогда назывались конкурсные вечера, я на нашем факультете отвечал за это. Естественно, мне было из-за этого много поблажек по учебной, как бы, части. Потом на экзаменах наш факультет проявлял себя в творчестве очень хорошо. Рядом на курсе учился Слава Полунин, мы с ним очень дружили, но были соперниками, так как он учился на строительном факультете, а я на химическом. Потом он совсем не мог сдать экзамены и ушел, а я все-таки, как бы, напрягся и закончил институт. — И сразу после окончания вы стали поступать? — Нет, 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 я поехал по распределению, если бы помню. — Да, было даже распределение. — Распределение, да, три года. Но так как я отпросился у директора, он меня понял, никогда ему это не забуду. — А куда вы поехали? — Я поехал в Петербург, значит, и занимался, тогда был очень известный такой любительский театр, нельзя сказать, что это самодеятельный театр, но это был очень популярный любительский театр, которым руководил критик очень известный, тогда Смирнов Несвицкий, Юрий Александрович. Он и сейчас руководит, и это было так необычно, потому что театр назывался «Театр-клуб «Суббота». А зрителей как бы отбоя не было, и вот там как бы прошли первые, так сказать, настоящие пробы, что такое театр. — А вот сам логитник, когда вы поступили? — Через два года. — А сразу удалось поступить? — Нет, я поступал три раза и только на третий раз. — То есть три года поступали? — Да. — На актерских факультетах? — Нет. После того, как я закончил с профессией инженера-экономиста, я поступал в АМХАТ. И был принят и в последнюю секунду не зачислен, потому что не прошел, как это, мандатную комиссию. Они увидели, что я не отработал еще два года. — После института? — После института, да. А так я, наверное, был бы артистом и работал в АМХАТе. Но я очень благодарен, потому что я вернулся в Петербург, стал готовиться и поступил на режиссуру. Но так как Петербургская школа, ее особенность режиссерских факультетов заключается в том, что первые два года все режиссеры учатся как артисты. И только на третьем курсе они начинают пробовать заниматься режиссурой. — А скажите, а вам не хотелось быть артистом, когда вы учились на режиссуре? — Ну, знаете, я так вам скажу. Любой режиссер — это в душе артист. — То есть он артист перед своими актерами? — Да. Вот. Вы замечательно сформулировали мою внутреннюю такую формулу, что режиссер — это артист для артистов. Вот. И во время репетиции он очень многое проигрывает, и артисту более понятно, потому что... — То есть он показывает артисту, как играть, да? — Да. У Станиславского, у Константина Сергеевича, у самого главного нашего учителя, так и написано. Режиссерский показ. — Не ложись. Вот первый. — Не ложись, да? — Да. Не ложись. Бей ее, бей. — И так остаться? — Ты что, убил ее? — Пока еще нет. — Ну, иди. — Ну, если она в следующий раз заикнется, что... — Не пугай меня. — Ну, если она... — Тогда въеду. — Моя дочь голоса слышит. Господи. Неужто для того, чтобы моя дочь голоса слышала, я сорок лет спину гнул, ночей не досыпал, лишь бы вырастить из вас добрых христиан. — Папа, а они говорят, что больше ждать нельзя. — Да кто? — Нужно ответить им «да». — Да кто? Кто? Кто не может больше ждать, дуреха? — Ну, кто? А ну, не коварка рюкет. — Чего ничего делать эти твои голоса? — Извините, мой папа. — Папа, они велят идти спасать французскую державу от опасности. Правда, что играть? — Так. — Ясно, ясно, ясно. — А вот, скажите, вот, вернемся к Станиславскому. — Да. — Вот, ну, есть система Станиславского, как мы все знаем, да? — Да, да. — А есть система ваша, она называется «Наивный театр». — Да. — Вот что это такое? Вот это, как мне рассказывали, это образ жизни для актера какой-то. Вот расскажите, что это за образ жизни? — Ну, вы знаете, как бы еще в Библии сказано, что Иисус Христос сказал «Будьте как дети». Когда человек простодушен, он больше, ну, верит в какие-то вещи, ему немножко легче жить. И Станиславский тоже считал, что в артисте должен быть в большой степени ребенок. Поэтому, как бы, внутри я когда-то для себя определил, что я буду строить наивный театр, то есть простодушный, открытый, простой. Так и получилось. Поэтому и набираю я в театр людей каких-то открытых, добрых. — Как вы набираете? Вот как вы собеседование проводите? Или как вы наблюдаете за актером? — Ну, вы знаете, я после института, после театрального попал на работу в «Балдом». Ну, он тогда назывался «Театр Ленинского форума Комсомола» и поставил там спектакль, на котором, я так понимаю, выборы Дорогая Ленина Сергеевна. — Да. И потом мне пришлось уйти через четыре года после смерти гениального и сейчас забытого режиссера петербургского Паркова Геннадия Михайловича, который вы, наверное, знаете, он возглавлял театр Ленинского форума Комсомола и умер очень молодым, в 48 лет. На следующий день, после того, как я ушел из театра Ленинского форума Комсомола, а ныне Балтийский дом, я уже работал в театре Ленсовета. И Игорь Петрович Владимирович, да, он однажды в таком личном разговоре сказал, знаешь, как я набираю артистов? Вот он входит, я его не заставляю ни читать, ни играть, ничего, я сразу чувствую, это мой человек. И с тех пор я также набираю артистов. Вот человек входит, и я каким-то образом, потому что, мне кажется, у режиссера огромное значение имеет интуиция. Вот здесь раздается такое слово, да, это твой, значит, и я его беру. Но иногда, конечно, ошибаюсь, и через какое-то время мы прощаемся. Ох, впереди целый пустой день. Вечером отравлюсь. Я вас забыл. Забыть? Угу. Такую это любовь. Как это? Ну-ка, расскажи. Э-э-э, видите ли? Да. Вот встретишь человека, выйдешь замуж и стремись. Хоть в Москву, хоть в Петербург, хоть на Луну. А вы тем временем будете стреляться. Самое главное в жизни – это счастливое расположение духа, сердечная дружба, любовь. Вот вернуться к дорогой Елене Сергеевне. Да. Я бы хотел… Сколько лет этому спектаклю уже? Вы знаете, он уже сейчас не идет. Да, я знаю, что не идет. Я почему спрашиваю? Я его ставил два раза. Вы видел ли второй вариант? Я видел в театральном концертном зале «Время» в Кировском районе. Да. Дело в том, что когда Игорь Петрович Владимиров прервал со мной договор через два года, после того, как я поставил спектакль, который назывался «Я женщина», и главную роль, в котором играла наша замечательная, известнейшая, наверное, самая известная артистка тех лет Елена Яковлевна Соловей, мне пришлось почему-то уйти. И я ушел, так как почему-то ко мне относились хорошо в Комитете по культуре, и они мне как бы нашли место в передвижном театре «Ленконцерта». И там мы с друзьями все собрались, и я поставил второй вариант Ирины Сергеевны. Это было уже в 1988 году, который вы видели. А первый вариант закрыли через 20 спектаклей. Я просто напомню, давайте нашим телезрителям, о чем там в двух словах идет речь. Елена Сергеевна – это учительница математики, по-моему, да? Да, это учительница математики, который… Ну, ситуация такая, значит, вечер. У Елены Сергеевны это имеет значение для ее психологической жизни. В больнице мать лежит, у нее сегодня день рождения, и к ней приходит четверо ее учеников, выпускников, да. И так наивно и на голубом глазу предлагают исправить ей… Их оценки. Их оценки в аттестате. И заканчивается эта трагедия? Потому что она стоит как бы насмерть. Она вначале не совсем ее понимает, а потом, когда поняла, она как бы стоит насмерть. Они в отчаянии делают разные вещи, и они доходят до того, что они пытаются изнасиловать на ее глазах их одноклассницу. Вот буквально недавно, года два, три, может быть, четыре назад, я слышал, что был фестиваль. Да, у нас в театре. Международный, у нас в театре. Приехали пять Елены Сергеевны. Из разных стран. Из Испании, из Кореи, из Франции, и наш спектакль. И играли ваши актеры, которые играли раньше. Да, да, да. Они уже 15-20 лет назад. И мы специально для этого восстановили спектакль. И уже актеры, которые за 40 лет, они играли... Да, за 40 лет они играли детей, да. Значит, я вышел перед спектаклем, потому что, ну, это как бы было бы странно. Я сказал, что будут играть очень взрослые артисты, свои роли, которые не играли давно. Но я сказал, что через пять минут зрители уже не будут видеть их возраст, а будут видеть вот эту сценическую ситуацию, которая есть. И так и было. Через пять минут все забыли. Был замечательный спектакль. Его снимал Ленфильм. На пять камер он остался. Они сыграли просто потрясающе. А как вот немцы, испанцы, они знакомы с этой пьесой, Розумовской, по-моему, да? Дело в том, что за последние, я думаю, лет 20, я так понимаю, может быть, как бы, нет статистики на эту... Это самая ставящаяся в мире пьеса. Так что наша петербургская драматургеса Людмила Розумовская как бы шла почти в каждом театре в мире. Вот, потому что, я так думаю, вот эта тема пьесы, она знакома, наверное, во всех странах, когда подростки переступают черту, через которую они... Ну, какую-то грань, да? Да, да, какую-то грань переходят, и я думаю, что это очень животрепещущая тема во всем мире. Закуска, правда, не богатая. Ну, это ну что вы, разве это? Разве это главное? Главное же, знаете, отношение между людьми? Доброта, искренность. Вы знаете, бывает, стол отъедно ломится, а кусок в горло не лезет. Чё ты подроху-то лезешь? Закусывайте, пожалуйста. Закусывайте, как следует. А то не дай... Ну, ещё о Станиславском. Вы в Москве были главным режиссёром театра Станиславского? Да, художественного художника. В течение многих-многих лет. Семь лет. Параллельно были и здесь, в Молодёжном театре. Да. Как удалось совмещать-то? Сколько раз были в Петербурге, сколько раз в Москве? Я не знаю. Ну, видно, как бы, я не всё понимал, что я разбиваю свою, ну, психику, можно так сказать, потому что я всё время репетировал. Сейчас бы вы так не стали делать уже, да? Никогда в жизни. Я потом объясню, почему, как бы я это понял. Вот. И однажды утром я позвонил жене и сказал, я ухожу из Москвы... Но не от жены. Нет, нет, не от жены. Я ухожу из театра. Вот. И она, как ни странно, поддержала... Из московского, из московского. Из московского, да. Хотя, как бы, финансово, в Москве, конечно, в театрах люди зарабатывают много больше, чем в Петербурге, не знаю почему. Кстати, извините, сколько вот актёр зарабатывает? Ну, допустим, не новичок, а кто уже проработал там, ну, несколько лет? В Петербурге? В Петербурге? В Петербурге? Ну, мне стыдно даже вам говорить сумму. Ну, скажите. 20 тысяч. А в Москве? Ну, в Москве, я думаю, в два с половиной раза больше. Ну, сорок, наверное, сорок пять. Да. Вот. Немного, конечно. Да. Вот. Ну, на этот вопрос я ответить не могу, почему всё время по телевизору, ну, это так, в сторону. Говорят о том, что нужно поднимать зарплаты учителям и врачам, но почему-то этих великих людей не вспоминают, которые создают самый дорогой продукт в мире. Этот продукт называется дух. Вот. Вот. И непонятно, почему их бросили так на 20 тысяч, и они бегают и играют на каких-то детских днях рождения, на каких-то… Это самая большая моя боль на сегодняшний день. Если бы меня спросили, что мне больнее всего – это вот это. Что артистов, как бы, вообще. То есть вы думаете, всё-таки, вот, ваша позиция, что дух создаёт этот театр? Конечно. То есть не религия. Я очень много об этом думал. Я думаю, что есть религиозная форма поднятия души, а есть светская форма поднятия души. Так вот, не все идут в храм, потому что это поступок, а в театр заходит человек легче. И если спектакль высокий, а бывает очень много спектаклей высоких, особенно в Петербурге, то я так считаю, что театр делает очень большое дело. Вот, поэтому, я думаю, я так и сказал, что мы в переводе на наши сейчас отношения, товарно-денежные, что мы, как бы, создаём дух. А так как, я понимаю даже, почему такая низкая зарплата, допустим, в театрах, потому что, ну, дух же, он не виден, он, ведь, его же нельзя увидеть. Его можно увидеть каким-то внутренним взором, и поэтому он так мало ценится. Ну, кстати, а раньше, когда вы начинали, разве была большая зарплата в театрах? Ну, конечно. Ну, если взять, ну, может быть, современный человек и не поймёт, но если взять вас, то, если я назову цифру... Ну, вы назовите, из-за советского периода, я пойму. Да, да, да. Значит, молодой артист получал первую зарплату 100 рублей. Да, ну, в общем, это... А через три года он уже получал 130 рублей. Да, понятно. Вот, а ведущие артисты получали 220 рублей. Ну, есть, как бы, разница. Да, Семён Яковлевич, у нас сегодня время подошло к концу. Если вы не возражаете, давайте продолжим нашу встречу в следующей неделе. Давайте. Спасибо. С нами сегодня был Семён Яковлевич Спивак. Семён Яковлевич Спивак. Семён Яковлевич Спивак.